был неугоден или в аквале. И вот волевым указом песни иногда запрещались. Я уже упоминала о теме 300 в песнях, которая тоже была неугодна. Ну, в общем, бывало иногда и такое. Итак, «Море зовёт» — это одно из любимых произведений, которые исполнял часто Богомаев. И вот в него невозможно любиться, в это произведение. Оно хорошо и по содержанию, и по своей музыке, вы уже отметили, дорогие зрители, насколько сложна гармония для исполнения даже оркестра, иллюстратора, пианиста. Настолько сложна вокальная партия в произведениях. Она очень виртуозна. Там есть высокие регистры на форты и низкие регистры. Эта музыка на большом дыхании должна исполняться. Она же писалась для оперного певца, для муслима Магомаева. Поэтому произведения эти были очень виртуозные. Итак, стихло на миг море у ног, чайка плывёт над волной голубой. После тревог, после дорог, мне хорошо в этот час рядом с тобой. Магомаев 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 Будет слепеть приколь, словно слеза, Я согряню в душе твои глаза. Будет слепеть приколь, словно слеза, Я согряню в душе твои глаза. Снова тебя, мой звезд, Связан ты с ним, как со мной до конца. И красоту, и широту, Всями вовек у него наши сердца. Ты за другой душой дай, Думанной огонь, И снова я буду ждать, скрывая печаль. Будет слепеть приколь, словно слеза, Я согряню в душе твои глаза. Будет слепеть приколь, словно слеза, Я согряню в душе твои глаза. Глаза, я согряню в душе твои глаза. Глаза, я согряню в душе твои глаза. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...